Ну, президент во Владивостоке насыщенная программа. Так вот, он уже посетил новое пассажирское судно, которое построили в Хабаровске. Этот красавец, он есть, мы вам его покажем. Вот он, теплоход нового поколения, 70 лет победы. Называется, построен по проекту инженеров из Санкт-Петербурга. Новинка заменит устаревшие суда, которые курсируют по Амуру. Из достоинств большая вместительность. Путешествовать смогут 100 человек. Скорость довольно-таки высокая, 70 км в час. И еще один технический плюс. Теплоход имеет осадку около метра. Ну, говоря простым языком, это позволяет ему плавать на неглубоких реках и причаливать где угодно. Даже не нужна оборудование набережная. Глава государства осмотрел салон и палубу корабля. Также поднялся в капитанскую рубку, где ознакомился с системой управления судном. Ну, вот пока система зарубежная, но в будущем планируется, что электроника будет российского производства. Проект судна был разработан, как я уже говорила, в северной столице. И предполагает несколько типов. Правительство Хабаровского края заказало три таких судна. Они будут курсировать на внутренних пассажирских рейсах. Владимир Путин пообщался с судостроителями. Владимир Путин пообщался с судом. Владимир Путин пообщался с судом. То есть завод может производить суверия речной и морской оборудований. Да. Здесь... Осадка какая? Осадка 0,8. Полностью. 0,8. Сколько? Семская на то сейчас. А, ничего. Оборудование это все импортное. А вас тоже выпускают? Вы знаете, да? Я не сам. Да, выпускают. А у нас тогда оборудование выпускает? У нас выпускается. Ну, мы просто первый прием. На вот этих двух последующих мы это... У нас спроектировали. И из... Ну, контрагент русской питерской компании. Очень хорошо. А вот рыбаное дерево, которым поразили гостей форума. Ёлочка из вяленой корюшки. 2,5 метра и 2,5 тысячи. Рыбин. Ох, я бы полакомилась плодами этого деревца. Вкуснотища же наверняка. Но есть вот ее пока нельзя. Сначала это дерево должны осмотреть специалисты о книге рекордов Гиннесса. Ведь такого в России еще не было.